На этой неделе в Красноярск привезли прах трех красноармейцев 78-й добровольческой бригады. Их похоронили, как и полагается, с воинскими почестями. Три выстрела в небо и сопровождение оркестра. Семь десятилетий. Войны из Сибири числились пропавшими без вести. Последние письма от бойцов пришли родным и близким осенью 42-го года из-под Смоленска. Затем связь с солдатами оборвалась навсегда. Останки трех бойцов 78-й добровольческой бригады были обнаружены в начале этого лета в Тверской области. Поездом их доставили в Красноярск. Один из них – отец Валентины Муравьевой. Она рассталась с ним навсегда, когда ей было всего два с половиной года. Мы столько лет с мамой ждали его. Сходили, встречали эти поезда. Вот с Германией идут, говорят, поезда. Тут вот оттуда поезда. И мы каждый год ходили, я еще маленькая была. Мама меня за руку и сюда, на вокзал. Захара Муравьева с воинскими почестями захоронили на кладбище Бодолык. Он родился в Самаре, после службы в армии остался работать в Красноярске. До войны трудился машинистом поезда. На фронт его не хотели отпускать из-за редкой профессии. Однако Муравьев рвался на передовую. Летом 42-го все же добился своего. Потом было одно письмо под Смоленска. Из-под Смоленска вот он написал. Это было в октябре. Он сказал, мы вот стоим, наша дивизия там стоит под Смоленском. Пойдем в наступление. Приду после окончания боя, я напишу. Это было в октябре. И все. После этого писем не было. И вот только в декабре, как рассказывала бабушка, пришла похоронка, без вести пропала. Дома у 35-летнего добровольца остались жена и пятеро детей. Войну пережила только одна дочь. Останки двух других красноармейцев захоронили вместе. Дело в том, что прах двух солдатам наружили рядом. Но опознавательный жетон был только у одного. Захоронение прошло на родине. Николая Конычева, Вселенного, Никольское, Большоулуйского района. Провожать воинов пришли всей деревней. Скорее всего, чувство такого-то, наверное, все-таки спокойствия и действительно успокоения о том, что солдат вернулся домой. Еще раз спасибо всем землякам за то, что собрались здесь. В июне красноярских воинов обнаружили поисковые отряды «Бельский рубеж» и «Ратное поле». Один из братьев по оружию погиб у деревни Плоское, двое других у города Белый. На малую родину бойцов доставили поисковики Козульского района. Именно на краю оврага был найден наш боец, он был найден верховым. Два других бойца были обнаружены в траншеи, в стрелковой ячейке и подняты, опознаны. Один из бойцов был опознан. Второй боец, у него не было личного опознавательного знака. В Красноярске одна из улиц носит имя 78-й добровольческой бригады. Мы побывали на взлетке, чтобы спросить у горожан, знают ли они в честь кого названа одна из магистралей города. Нет, я недавно... Нет, даже, извините, не знаю. Нет, я здесь не живу, я здесь просто работаю недалеко, поэтому не знаю. В честь воинов, бригады, на войне то, что была 78-я добровольческая бригада, состоящая из красноярцев, вот в честь этого и назвали. В составе 78-й добровольческой бригады на фронт ушли 5 тысяч жителей края. Она была сформирована летом 42-го года из коммунистов и комсомольцев и вошла в состав 6-го сибирского корпуса имени Сталина. Туда вошли части из Кузбасса, Барнаула, Омска. Наши земляки участвовали в наступательной операции «Марс». Севернее Москвы Красная Армия нанесла отвлекающий удар, чтобы не дать и вермахту развернуть штурм Сталинграда. В боях на Калининском фронте подразделение из Красноярска понесло значительные потери. После наступления под Тверью выжил лишь один из четырех. Большинство числятся без вести пропавшими до сих пор. Роман Рыков, Всеволод Никитин и Андрей Магомедов. Вести Красноярск. События недели.